Всем привет! Итак, мы продолжаем рассказывать истории из, как говорится, жизни, да? То есть какая-то конкретная история, ситуация, которая произошла в жизни человека, как она проходила и как она завершилась. Предыдущие истории были полными, они имели, так сказать, начало и конец. Нынешняя история будет не совсем полной, и она будет больше историй рекомендаций. Так вот, начнем. Касаться этой истории тоже будет Приватбанка. Человек, которого зовут Андрей, взял в Приватбанке крупный кредит. Этот кредит был, ну, как крупный, если быть точным, 80 тысяч гривен. Этот кредит он взял беззалоговым, но, как обычно бывает, в какой-то момент не смог платить его по графику. Естественно, договориться с Приватом он тоже не смог о какой-то адекватной реструктуризации, либо закрытии с дисконтом. Шло время, и этот долг с 80 тысяч начал расти, расти, расти. Я думаю, все должники Привата знают, что Приват любит накручивать огромные суммы долга. И эти 80 тысяч превратились, секундочку, специально посмотрю, в 412 362 гривны 5 копеек. Именно такую сумму Приват выставил нашему герою на основании исполнительной надписи нотариуса. То есть, обращаю ваше внимание, наш герой прекратил платить, не смог договориться, и в течение нескольких лет его никто не трогал, просто шли какие-то звонки, напоминания, и он в какой-то момент даже оставил, да, уже, скажем так, попытки договориться. Но долги не рассасываются, не исчезают в пространстве, то есть их все-таки как-то приходится решать. И, соответственно, Приват не заставил очень долго о себе ждать, да, то есть о себе ждать прошло несколько лет, и Приват решил не идти в суд, а сделать исполнительную надпись нотариуса. Почему Приват не пошел в суд? Потому что он пропустил срок исковой давности в период, когда он должен был обратиться в суд. И был риск, что суд может отказать ему в иске. Именно поэтому Приват сделал ИНН, исполнительную надпись нотариуса, на 412 362 гривны. При том, что тело приблизительно на сегодняшний момент составляет около 56 тысяч гривен из взятых 80. И вот наш герой узнает о том, что у него проблемы уже на стадии исполнительного производства. Приват передал исполнительную надпись нотариуса частному исполнителю, и частный исполнитель заблокировал все карты нашего героя. А он, к своему сожалению, не, скажем так, мыслил наперед. И имел на своих картах достаточно крупные суммы. То есть договориться с Приватом он не сумел, но при этом определенные деньги у него были. В каком понимании крупные? Я думаю, что если на личной карте человека около 50 тысяч гривен, то это можно уже считать крупной суммой в нашей стране и в наше время. Вот эти деньги были заблокированы. И стал большой риск того, что они будут взысканы. А если производство открыто на 412 тысяч гривен, это значит, что они просто погасят какую-то часть в этой сумме и все, и растворятся. То есть человек лишится крупной суммы денег и фактически долг свой не закроет. При том, что на других картах нашего героя было суммарно заблокировано еще около 25 тысяч гривен. То есть, иными словами, суммы в 75 тысяч гривен он мог лишиться в одночасье. Что же делать в такой ситуации? Как же решить проблему? Естественно, попытка выйти на переговоры с Приватом и о чем-то договориться не привела к успеху. Более того, у нашего героя оказалась есть машина и квартира. Если быть точным, часть квартиры, одна, вторая. И естественно, они попали под арест. И банк мог радостно, потирая ладони, удовлетворить все свои требования. Всю сумму, все 412 тысяч за счет части квартиры, машины и денег на карте. Таким образом, наш герой при наличии тела в 56 тысяч гривен мог лишиться практически всего, что у него было. Точнее, даже всего, что у него было. Потому что в нужный момент не договорился, а в нужный момент не обезопасил себя. В этом суть сюрприза исполнительной надписи нотариуса. Вы не знаете, когда ее сделает кредитор. Вы не знаете, когда он подаст ее в исполнительную службу. И вы не знаете, какую сумму он там нарисует. Потому что это все происходит без суда. И частный нотариус исполняет, он делает эту надпись за деньги. И он пишет ту сумму, которую хочет кредитор. Даже если она космическая и не соответствует закону. Поэтому будьте внимательны. Но что же было дальше? Естественно, наш герой обратился к специалистам, которые выработали стратегию действий. В этом случае путь был только один. Остановить возможность конфискации имущества и взыскания денег с карт можно было только одним путем. Нужно было оспаривать исполнительную надпись нотариуса в суде. Открывать производство судебное и отменять ее. Но открытие самого судебного производства было недостаточно. Потому что исполнитель частный на ухвалу проведкрытия проваджиня в суде по этому ВНН не будет останавливать производство. Он скажет, я рад за вас, что вы оспариваете исполнительную надпись нотариуса в суде, но закон меня никак не ограничивает в связи с этим. Вы можете сказать, ну как же так? А если я выиграю суд и исполнительная надпись нотариуса будет признана недействительной, то тогда производство было открыто незаконно. А если вы еще и снимете мои деньги с карты и отправите их в банку, то и это будет считаться незаконным. На что исполнитель отвечает, да, все верно, но тогда будете подавать в суд и как-то это все возвращать. А на данный момент у меня оснований остановить производство нету. И это так. Поэтому я обращаю ваше внимание на то, что остановить исполнительное производство частного или государственного нотариуса по исполнительной надписи нотариуса можно не по ухвале суда про открытие производства, где вы оспариваете эту исполнительную надпись, а исключительно по ухвале про забеспечение позову. То есть вы должны к иску подать заявление об обеспечении иска и попросить остановить исполнительное производство на период рассмотрения дела в суде. Только по вот такой ухвале будет остановлено исполнительное производство. И исполнитель выдаст вам постановление, соответствующее про остановку. И тогда все будет заморожено до окончательного судебного решения по исполнительной надписи нотариуса, который может быть через полгода, а может и через полтора года, как вам повезет, так сказать, в суде. Естественно, этот путь был сделан, заявление было подано и ухвала была получена. С помощью этой ухвалы исполнительное производство нашего героя было остановлено. Его автомобиль никто не конфисковал, его часть квартиры никто не выставил на торги, а деньги, арестованные на карте, никто не взыскал. То есть все было остановлено и ждало окончательного судебного решения. Поэтому я обращаю ваше внимание, не забывайте, если вы оспариваете исполнительные надписи нотариуса, подавать заявление и просить остановить отдельную ухвалой исполнительное производство. Сам факт подачи иска, даже открытие дела, этого недостаточно. Дело может слушаться полгода, год, полтора, как я сказал. И за этот период времени, даже при наличии спора по исполнительной надписи нотариуса, исполнитель может взыскать все ваше имущество. И потом вы будете тратить колоссальное количество времени и денег, чтобы это все попробовать вернуть назад. Но в нашем случае этого не произошло, потому что наш герой сделал все правильно, чего и вам я желаю. Но, к слову, скажу, что история нашего героя закончилась хорошо. Но это уже совершенно другая история, в которой я расскажу о том и покажу конкретное судебное решение по отмене исполнительной надписи нотариуса. Эта же ухвала касается именно зупынению, выконавчего проваджения, и выносится она по заявлению про забеспечение позову. Будьте внимательны, это важная деталь и нюанс. Эта ухвала выложена у нас на YouTube-канале, будет доступна по ссылочке к этому видео, а также выложена на нашем сайте, вместе с образцами как иска, так и заявление иска по оспариванию исполнительной надписи и заявление про забеспечение позову. Надеюсь, это будет вам полезно. Простите, уже заговариваюсь. Всем успехов и удачи! Жмите лайк и подписаться! И получите возможность задать свой вопрос адвокату в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!